Программа в теме. Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах. Каждый из нас хочет иметь красивое и подтянутое тело. Особенно актуально это летом. В интернете полно советов, как быстро похудеть, от обмотаться пищевой пленкой, допить уксус перед едой. Что вправду эффективно, а что миф, поговорим с тренером, у которого 10-летний стаж, на секундочку, Екатерина Мациевич у нас в гостях. Всем физкульт-привет. Расскажите, как оптимально рассчитать количество тренировок, необходимое для нашего организма? Если честно, мне очень откликаются рекомендации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Я сейчас быстренько пройдусь по трем группам, в которой каждый из вас 100% себя найдет. Во-первых, это детки и подростки от 5 до 17 лет. Как минимум, это 1 час тренировок в день. Ого, даже в день? Это минимум, и это еще не все. Это еще не все. Уже удивили. И 3 тренировки в неделю на развитие скелетно-мышечных тканей. То есть это, грубо говоря, силовой тренинг. То есть кажется, да, многие считают это спортом, чем-то неимоверным, а это норма. А другие группы, например, в возрасте постарше? Ну вот, следующая группа – это 18-64 года. Мы себя там найдем. Это минимум 2 силовые тренировки в неделю. И добавляем аэробную нагрузку. Бег, танцы, плавание, все что угодно. То есть по факту, если вы сейчас не сориентировались, 2 силовые тренировки в неделю плюс любого другого плана физической активности. Ну, 5 тренировок, так, чтобы держать себя в форме, чтобы тело было функциональным. Возраст повыше дальше, да? Да, там все то же самое практически то, что в предыдущей группе. Единственное, обязательно добавляем комплексы упражнений на развитие баланса, баланса, координации, так как травмы в таком возрасте чреваты неприятными последствиями. И все-таки ощущение, умение чувствовать свое тело в пространстве, оно сильно решает. Притупляется, да, уже там. А вот неужели столько же надо взрослым таким людям тренироваться, как и поколению помладше, да? То есть вы сказали, что время тренировок одинаковое, да? Время тренировок, есть умеренные тренировки, да, есть более изнуряющие тренировки. То есть смотреть по самочувствию и по факту смотреть, с чем вы работали, работаете, к чему пришли уже к своему возрасту, ну, скажем так. И вот следующий непосредственный вопрос – это как долго в идеале должна длиться тренировка, вот в среднем? Я считаю, что час, полтора часа – это оптимальный вариант. Если вы тренируетесь каждый день, вам это нравится, и вам удается найти 30-40 минут ежедневно, это тоже круто. Хуже, если вы будете приходить раз в неделю и просто торчать в зале 3 часа, ну, это точно результата никакого не даст. А есть какие-то особенности проведения тренировок в летний период? Возможно, необходимо сократить время тренировок или пить побольше воды? Давайте рассмотрим два варианта, да, тренировка, допустим, на улице и тренировка в зале. Первый вариант – тренировка в зале. Если зал обеспечивает комфортные условия, комфортная, кстати, температура должна быть где-то от 18 до 21 градуса, то вы ничего не меняете, тренируетесь, как и тренировались. Единственное, берегитесь кондиционеров. То есть могут быть вопросики, да. Если есть сложности, просто рассмотрите количество подходов, сократите, с которыми работаете, веса уменьшите и немножко дольше отдыхайте. Если тренируетесь на улице, выбирайте такое время комфортное вечером, после 6 вечера, либо ранним утром, соблюдайте питьевой режим, рассмотрите обязательно качественно, подойдите к выбору одежды, в которой тренируетесь, чтобы избежать ожогов, чтобы пот отводила одежда. И не пренебрегайте разминкой, что в одном случае в этом зале, что на улице. Это очень важно, потому что многие считают, что если на улице жарко, разминка не нужна. Да, есть такой косячок за многими. А вот расскажите относительно одежды, меня заинтересовало. Вот какую одежду стоит выбирать для тренировок? Ну, смотрите, с учетом того, что, допустим, если мы рассматриваем улицу, желательно, чтобы была прикрыта шейно-воротниковая зона, плечи, да, чтобы избежать ожогов, банально. Шорты идеально подойдут для тренировок. В любом случае одежда должна быть комфортной, свободной, легкой и не должна сковывать движения. А вот еще говорят, что силовые тренировки необходимо комбинировать с растяжкой. Для чего и в какой пропорции это следует делать? Я предлагаю… Давайте рассмотрим три варианта, да, растяжка до тренировки, во время тренировки и после тренировки. До тренировки растяжка может быть как дополнение к разминке. Чтобы не быть голословной, я предлагаю рассмотреть вот конкретный вариант офисного работника. Возьмем, например, девушку, которая там долго-долго сидела, приехала на работу на каблуках, уехала, приехала в зал тоже в босоножках высоких. Скорее всего, укорочена будет икроножная и мышцы сгибателя бедра. То есть нам нужно для того, чтобы эффективнее выполнить упражнение, хотя бы в короткосрочной перспективе немножко растянуть, да, чтобы амплитуда движения была лучше и эффективность упражнения возрастает. Вот мы подготовились. Во время силового тренинга я бы фанатично к растяжке не подходила. Это может, наоборот, спровоцировать травму, потому что силовой показатель, он ухудшается. А тренировки, вернее, растяжки после тренировки только да, 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 ещё раз да, потому что это расслабление не только на уровне мышц, но и на уровне центральной нервной системы. И сколько времени ей в таком случае нужно отводить, вот если мы после тренировки наберём? Достаточно будет минут 30. Ещё очень классно сейчас есть роллы, да, есть перкуссионные массажёры тоже в каждом зале практически можете использовать помимо растяжки такой способ воздействия на мышцы. А дополнительно, вот, кстати, было бы неплохо помимо силового тренинга в отдельный день дома самостоятельно либо посещать занятия по стретчингу. Это действительно даст очень крутой результат для гипертрофии мышц. Ну и для девочек нам же хочется именно эстетику, а растяжка, она вот как раз и способствует такому гармоничному развитию тела. А вот как, по идее, должен чувствовать себя человек после тренировки? Вот прям выползать из зала или с ощущением, ну, слегка подкачался? И как вот правильно восстанавливать своё тело после тренировок? Я, вот когда ко мне девочки приходят, вот только-только мы познакомились, начинаем тренироваться, я всегда говорю, что после тренировки ты должна уйти с чувством такой эйфории, с энергией, чтобы вот максимально... Должно хотеться ещё много чего сделать за день, да, и прожить этот день ярко. Если ты ушла, чувство сонливости есть, хочется спать, значит, немножко переборщили. Уже прошли те времена, когда, да, там скатывались потом по лестнице, там, получая за собой ноги. Нет, мы ходим тренироваться для того, чтобы заряжаться энергией, мы должны ещё функционировать, да, нормально, работать, жить, общаться и убивать себя, там, на целый день, на неделю, ну, это глупо. А вот конкретно по уходу за телом какие-то ванны следует принимать после тренировок или, наоборот, может, нельзя в горячий душ сразу или в холодный? Ну, здесь очень важно, когда тренировка, то есть, если тренировка была утром, то и нужно бежать на работу, вряд ли там, да, будет возможность как-то себя расслабить. После это сугубо на ощущениях, но я придерживаюсь такого формата. Мы никогда не убиваем человека настолько, чтобы он потом очень долго восстанавливался, вот. Поэтому не было таких критичных случаев, чтобы приходилось как-то особенным образом влиять на восстановление. Но, опять-таки, вот растяжка и движение, дополнительное движение. Если что-то болит, мы не перестаём двигаться. Нет, мы двигаемся ещё больше. Я напомню, что у нас в гостях сегодня тренер с 10-летним стажем Екатерина Мациевич. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу, оставаясь на Радиус ФМ. Ты слушаешь программу в теме. Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах. Мы снова в эфире, у микрофона Александра Мелешко, а в гостях у нас тренера с 10-летним стажем Екатерина Мациевич. И мы сегодня обсуждаем, как без риска для здоровья получить красивое, подтянутое тело. Расскажите, возможно ли достичь красивой фигуры без подсчёта КБЖУ? И как вот вообще рассчитать свой коэффициент вот этот КБЖУ? На самом деле возможно. Возможно, если сформирована культура питания, если человек понимает свои эмоции и не боится чувства голода. И, скажем так, если глазомер настроен, если с этим существуют проблемы, я предлагаю сделать следующих три шага. Есть такой информационный источник ЗОЖНИК. Там вот вы вбиваете в поисковую строку, либо приложение скачиваете, там помимо полезных статей вы сможете найти счётчик расчёта калорий. Вам просто нужно вбить туда свои данные, и счётчик выдаст то количество калорий, которые вы должны потреблять для достижения своей цели. Либо дефицит будет у вас, либо профицит. Там даже учитывается на грудном вскармливании девушка или нет. Ну, то есть там очень классно. Потом, соответственно, вы рассчитали эту норму, скачиваете бесплатное приложение FatSecret. Я думаю, что многие знают. Оно у меня даже есть. И считать калорий постоянно не надо. Я говорю о том, что мы сейчас будем настраивать свой глазомер. В течение недели мы в этот счётчик вбиваем всё как есть, ничего не меняя. Не забываем напитки, соусы. Просто вбиваем. Ну и анализируем каждый раз. Если есть тренер, сбрасываем тренеру. Тренер будет учитывать это потом, в дальнейшем давая какие-то рекомендации. В следующих три недельки мы не вписываем ничего в этот счётчик калорий, а уже смотрим опытным путём, чего нам надо было там убрать. И самостоятельно пытаемся вот этот момент адаптировать в свою повседневную жизнь. По факту у нас четыре недели, да, проходит. Мы делаем замеры. Фотографии делайте обязательно, там, вес измеряйте. Ну, всё как по учебнику. Если результата нет, значит, не получилось у вас с первого раза себя приучить, да, вот анализировать это без чьей-то помощи. Мы возвращаемся и делаем всё сначала. Это даст больший результат, нежели если вы возьмёте чьё-то питание, да, чьи-то привычки, кардинально поменяете свой образ жизни, свой рацион и пойдёте против себя, скажем так. Это всегда чревато тем, что всё равно все срываются и получается ещё обратный откат. И вот да, поговорим ещё больше и немного о правильном питании. Определение этому термину, наверное, давали уже все, кому не лень. И на мой взгляд, оно знатно исковеркано. Вот какое определение ПП можете дать вы? Если честно, данное определение я в своей практике вообще не использую. Я использую вот такое понятие адекватное питание. Адекватные поставленные цели. Да, цели у всех разные. Давайте будем честны. Не всем нужно там, да, не все хотят красивое тело, не всем хочется в чём-то себя ограничивать. Но просто нужно выбрать питание, которое, по крайней мере, не будет делать хуже. Питание, которое будет, мы будем выбирать, вернее, продукты, которые будут выполнять свои функции. Ну и от еды также и удовольствие хочется получать. Поэтому всё должно быть адекватно, без крайностей. И обычно там было бы неплохо. Там 10% от всего рациона мы оставляем на то, что вот прям вредненько, но психологическое наше состояние будет периодически улучшать. Остальное по возможности контролировать стоит. А если вот человек решил прям плотненько заняться своей фигурой и перейти на такое правильно адекватное питание, с чего лучше начать? Или можно резко на него перейти? Вот ел ты на 2000 калорий, потом хоп, и уже на 1200 решил поставить себе цель и придерживаешься её? Ну, на самом деле, это путь в никуда. Я вам расскажу, как я работаю с девочками, которые ко мне приходят. Вот она приходит. Я говорю, давай ты всю неделю будешь сбрасывать фотографии. Я прошу фотографии. Даже чтобы не напрягать, мне не надо расписывать. Я, если у меня возникнут вопросы, прошу, чтобы мне уточнили. Всю неделю сбрасываешь всё как есть. Я просто смотрю, какие привычки у человека, да. Плюс, давайте будем откровенны, у каждого человека плюс-минус рацион один и тот же. У вас плюс-минус завтраки одни и те же, обеды, ужины. И зачастую вы сами знаете, от чего вам надо отказаться. Просто почему-то вам хочется, чтобы тренер это ещё проговорил. Пинок такой получить хочется. Да, но вы сами знаете, согласитесь. То есть вы, даже вот я вам наверняка это сказала, вот вы сейчас едете в машине, вы понимаете, что ну да, я вот каждый раз там, когда иду с ребятами обедать, я понимаю, что вот от этого я бы могла отказаться. Но я выбираю эмоционально себя как-то подпитать. Вот, короче, мне сбрасывают всю неделю. И потом я анализирую, говорю, что мы сейчас будем немножко менять и по качественному показателю, и по количественному. И постепенно начинаем там шаг за шагом всё это делать. Это всё дело не одного дня. То есть это постепенно всё происходит. Дабы это стало привычкой, дабы это было комфортно. А не стресс для организма. Ну да. А вот какие продукты должны быть непременно в основном рационе у каждого человека? Есть ли такие? Я из своего опыта скажу, что, во-первых, овощи, любой нутрициолог вам скажет, много, много и ещё раз много, разнообразно. А крупы? Крупы, на самом деле, сейчас это так банально звучит, но если вы просто в свой рацион добавите крупы, вам будет хотеться меньше сладкого. То есть, ну, в любом случае вы съедите там что-то, там, овощи, мясо и оставите какой-нибудь десертик себе, да, вот проведите эксперимент. Если вы добавите ко всему этому гарнир в виде круп, вам потом уже до десерта не захочется. Вот такой лайфхак. Ну да, да. И я никогда не ограничиваю в сезонных вот фруктах, ягодах, которые сейчас есть, потому что девочки с таким испуганным взглядом мне, когда я спрашиваю, что там было у тебя сегодня в твоём питании, говорят, Катя, ты будешь ругать? Я съела очень много ягод и прочее. Я говорю, я ни в коем случае не хочу ограничивать. У нас и так как бы... Дефицит. Да, да, да. Поэтому ешьте, побольше ешьте и не испытывайте чувства вины, пожалуйста. А давайте вот в конце концов ещё тоже подытожим основные правила здорового образа жизни, которые должны придерживаться люди. Ну или следуют. Я, опять-таки, из своего опыта, то, что проверено уже, да, опытным путём. Во-первых, двигайтесь, не бойтесь, что вы будете двигаться много, потому что самое интересное бывает, что девочки приходят, Катя говорит, я вчера после тренировки поехала на велосипеде ещё кататься. Надеюсь, это неплохо. Меня это удивляет. То есть мы не переживаем, что мы лишний раз там полежали где-то, да, или выбрали машину вместо того, чтобы пройтись. Плюс пробуйте различные виды физической активности. Помимо вот функционального красивого тела можно формировать новые нейронные связи. Это же классно. То есть это отразится на качестве жизни. Формируйте свою культуру питания обязательно. Не демонизируйте продукты. В них нет ничего страшного. Просто надо немножко включённости, да, и немножко знаний, чтобы понимать, что есть что. Вот. И мы в результате тренировок всё-таки должны получать энергию. Это источник энергии. А уже бонусом мы получаем красивое функциональное тело. Я надеюсь, что у наших слушателей после нашей передачи появится вот это красивое тело или тело, о котором они мечтают. Спасибо большое за интересный разговор. На сегодня это всё. В гостях у нас была тренер с 10-летним стажем Екатерина Мациевич. Если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то запись будет доступна на нашем сайте. С тобой на одной волне сегодня была Александра Милешко. Оставайся на Радиус ФМ и хорошего тебе дня. Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах. На сайте radiosfm.by